Вечерний Магадан 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 которые осуществляют прием заявлений ежедневно. Также заявления у нас рассматриваются в порядке и в сроке, установленной статьей 64.1 Федерального закона об исполнительном производстве, то есть 10-дневный срок с момента, когда данное поступление у нас поступает к судебному приставу исполнителя. И вот на основании этого заявления и документов, которые представлены был должником, судебный пристав исполнитель принимает процессуальное решение путем вынесения постановления. Это постановление направляется в банк и по месту, где получает доход должник. Либо это по месту получения заработной платы, либо по месту получения пенсии. Кроме этого, копия постановления может вручаться должнику, для того, чтобы он самостоятельно, если он захочет, может также его предъявить в банк, либо по месту получения его дохода. Но надо ли должнику в заявлении указывать все исполнительные производства, которые находятся в отношении него на исполнении? Или, возможно, судебный пристав в ходе рассмотрения дела сам устанавливает исполнительный производство, по которому можно принимать право на сохранение вот этого прожиточного минимума? При подаче заявления должник может выяснить, где возбуждены исполнительные производства путем обращения на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов в банк данных исполнительных производств. В случае, если заявление подается лично судебному приставу исполнителю, тогда судебный пристав исполнитель проверяет о наличии всех исполнительных производств, находящихся в отношении данного должника, и предлагает уже должнику написать по каждому исполнительному производству заявление о сохранении прожиточного минимума, либо это указать все исполнительные производства в одном заявлении. Ну а все ли должники попадают под действие вот этой нормы новой? Федеральным законом 234, как я уже говорила, это право исключает у нас определенную категорию исполнительных производств. Это не применяется сохранение прожиточного минимума при исполнении исполнения документов о взыскании алиментов, о возмещении вреда причиненному здоровью, либо по потере кормильца, и также о возмещении ущерба, причиненном преступлении. В данном случае здесь прожиточный минимум не сохраняется. А какой прожиточный минимум учитывается при рассмотрении заявления? Совершение исполнительных действий у нас происходит по месту жительства должника гражданина. Соответственно, прожиточный минимум у нас применяется в соответствии с субъектом Российской Федерации, если он больше, чем предусмотрен прожиточным минимумом в целом по Российской Федерации. То есть северные коэффициенты, надбавки, все эти учитываются? Нет, у нас есть федеральный закон, который устанавливает прожиточный минимум на 2022 год для три категории населения. Это трудоспособное население, пенсионеров и детей, в котором четко установлена сумма. А сохранение прожиточного минимума касается новых поступлений денежных средств на счетах должников, или это распространяется на все накопления на счете должника? В соответствии со статьей 99 и 101 Федерального закона об исполнительном производстве, у нас сохранение прожиточного минимума должно обеспечиваться из средств последнего поступления периодического платежа. То есть, если на счету имеются денежные средства, которые были накоплены, то на них не распространяется прожиточный минимум. Почему это происходит? Потому что в соответствии с Федеральным законом 229 сохранение прожиточного минимума у нас может быть только на периодические платежи в виде дохода. Это заработная плата и пенсия. На иные доходы в Федеральном законе о сохранении прожиточного минимума не предусмотрено. Если в семье есть дети на иждивении, как-то рассчитывается по-другому этот самый прожиточный минимум? Если у должника находятся на иждивении несовершеннолетние дети, либо иные иждивенцы, то он имеет право обратиться в суд о сохранении ему сверх прожиточного минимума заработной платы. После вступления в законную силу данного решения, должник, значит, точно так же, как я рассказала, по порядку, приходит к судебному приставу исполнителю, приносит заявление, прикладывает копию решения этого суда и все документы, подтверждающие об его источнике доходов, что действительно у него единственный источник дохода, и уже имеется решение суда о сохранении ему прожиточного минимума, сверхустановленного на территории Российской Федерации. Елена Ивановна, у вас, может быть, есть еще что-то добавить? Или давайте подведем итог нашей сегодняшней беседы? Что еще раз общую информацию людям надо знать по поводу сохранения прожиточного минимума? В соответствии с внесенными изменениями, что с 1 февраля 2022 года граждане, у которых имеются на принудительном исполнении исполнительное производство, могут обратиться с заявлением к судебному приставу исполнителю о сохранении заработной платы в размере прожиточного минимума. Елена Ивановна, я благодарю вас за развернутые ответы на мои вопросы. Всего вам самого хорошего. Ну а всем остальным напоминаю, что это была программа «Вопрос судебному приставу». Моим собеседником сегодня был заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области, заместитель главного судебного пристава Магаданской области, майор внутренней службы Елена Ивановна Шалдина. Меня зовут Владимир Корсунский. До встречи в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан» и на сайте вечернемагадан.рф. Продолжение следует...